Поставьте это у двери. Перевозка началась. Никто не пострадает, да? Расслабься, парень. Мы просто немного пошутим. Чем больше демонстрация силы, тем меньше случайностей. Мико, Карл, начинаем. Первым делом глушите камеры. Нам нужно вывести большого брата. Что? Что там? Стой с дороги. Стойте. Беги. Давай к складу. Существует ли он? К этому нет официального подтверждения. И все же он существует. Совершенное оружие для несовершенного будущего. Змей. Полиции говорят, от свидетелей будет... Так зачем мы им нужны? Это произошло в нашей юрисдикции, и воры были на автомобилях, за которыми федералы не могли угнаться. По данному, который я получила из полиции, все знал только один человек, доктор Иван Страум. Это он создал горючее. Как эти уроды могли узнать об этом? Возможно, выдал кто-то свой. Учитывая секретные исследования доктора Страума, правительство... Помню, раньше все туристы сворачивались сюда, с шоссе. Сейчас приличные люди проезжают мимо. Послушайте, я же один. Что я могу сделать? Это не ответ, Гарланд. Хватит, расходитесь. Они губят наш город. Городская полиция, ФБР и спецслужбы уже провели тщательное обследование. Но с их бюрократией придется две недели писать бумаги и проводить лабораторные исследования, прежде чем получим результаты. А я даю результат сразу. Здравствуйте, детектив. Доктор Страум. Коул, я все больше чувствую, что это место по мне. Погоняться хочешь, красавчик? Такая мысль была. Мы приехали посмотреть, что получится на четверть мили. На этом дерьме с конвейера. Мама, мне нужен другой бургер для третьего столика. Мы ошиблись с заказом. Помнишь, ты говорила, что хочешь пойти на вечеринку? Да. Я могу тебя взять с собой, мы собираемся сегодня вечером. Так, так, так. Смотрите, кто здесь. Мой лучший друг. Рут, пиво мальчиком. Машина нужна мне к вечеру, парень. У меня крутое свидание назначено. Хрошка. Кларис, подойди сюда. Ты никуда не пойдешь с Мэттом Коннолном. Мама, это просто вечеринка, там будет полно народу. Меня не волнует, кто там будет. Я не позволю своей дочери якшаться с поганым отребием и попадать в бог знает какие истории. Хрошка, ты меня слушаешь? Коул, мы вернулись из лаборатории Устраума. Что-нибудь новое нашли? Несколько отпечатков протектора и частицы краски с крыла. Но лучшую ниточку нам дал сам Строум. Он боится, что один из членов банды его сын. Это объяснило бы, откуда им известно про ХД-58? С парнишкой уже разговаривали? Нет, он три недели назад сбежал из дома. Типичный конфликт подростка с родителями. Строум не одобряет увлечение своего сына уличными гонками и так называемым отребьем, который с этим связан. Как и мой отец, когда мне было 17. У вас есть снимок, Робин? Да, Элли передаст его вам. Ну, а мы сообщим вам, что узнаем. Рут, мне еще пиво. Тебе хватит, Мэтт. Не будешь мне наливать на трассе? Приготовься идти домой пешком. Болту. Я пытался быть терпеливым, Мэтт. Но иногда мне хочется расколоть тебе башку. Какого черта ты творишь? Хочешь, чтобы нас поймали? Я не понимаю, о чем ты? Я видел, как вы наливали наш товар в одну из ваших тачек. Я использовал всего с ложку. Я же должен был успокоить парнишку. У нас не было бы этой сделки, если бы Роби не думал, что мы взяли горючие его папаши для своих машин. Пудрить мозги мальчишки – это одно дело. А устраивать шоу после Дегуарда – это другое. Ладно, ладно. Надо было сначала тебе сказать. Но ты видел, как действует эта штука? Мико летел. Добавить чуть-чуть, и я обставлю любого, кто вздумает со мной гоняться. Чёрт возьми, ты можешь не думать так мелко. Ты хоть понимаешь, что мы получили? Я знаю, что говоришь мне ты. Но зелени я пока не видел. Твой крутой дружок-контрабандист звонил тебе? Так вы о Робби. Точно. Робби Страум? Я не знаю его фамилии, но слышала, как ребята говорили о нем. Я с ним не знакома. Может, поспрашиваете? Я готов хорошо заплатить ему за помощь. И чем скорее, тем лучше. Похоже, завтра у нас гонка. Веслик? Веслик, это доктор Страум. Исследования XD-58 дали тревожные результаты. Украденная топливная смесь взрывоопасна при соединении с водой. С водой? Да, если содержимое хотя бы одной канистры вступит в контакт с любой влагой, возникнет взрыв, способный разрушить 3-4 городских квартала. Или целый городок в пустыне? Сканер принес? Да, вот он. Кроме повреждения переднего крыла, шины здесь той же марки, что Элли опознал на месте преступления. Да, и если краска совпадает, одну машину с ограбления мы нашли. Но совпадение шин лучше пройдет в суде, а не как отпечатки пальцев. Разница никакой. Коу. Сэр, мы украли это по ошибке. Брось, Страум, ты увяз в этом по уши. Опознание точное? По одной машине. Водитель член автобанды, но нам не за что ухватиться. Я получила от доктора Страуму список составляющих и могу настроить детектор паров на XD-58. Привезу его, как только он будет готов. Вестлик, твоя помощь мне тоже пригодится. Думаю, мы уже близко. Подкрепление привезти? Нет, рано. Если сюда налетят федералы, эти парни могут просто сбежать с канистрами. Ты прав. Едем одни. Подожди, Фрэнки хочет с тобой поговорить. Вестлик, послушай. Пожалуйста, пригоните сюда, Челленджер. Я без своих колес чувствую себя голым. Фрэнки, я сделаю все, чтобы спасти мир от этого. Мы заботимся друг о друге, и они дали мне жилье, эти ребята. Они разрешают тебе спать на полу гаража, Руби. Они тебя просто используют. Неужели? А что сказал бы Мэтт, если бы слышал твои слова? Да мне-то что? Разве вы вчера не встречались? Нет, я отказалась. А пришла сюда, потому что тебя спрашивали какие-то люди. Какие люди? На красном змеи. Они слышали, что ты умеешь налаживать систему подачи горючего. Откуда? Когда человек что-то умеет, об этом все узнают. Но ты не сказала им, где меня найти? Нет, нет. Но послушай. Они заплатят тебе за работу. Не то, что эти подонки, которые тебя используют. Тебе же нужны деньги. Поцелуйчики играете? Заткнись, Мико. Люблю, тогда потягаешься со мной. Ладно, давай. Потише, ты всю машину залил. Водителя зовут Мико Сантьяго, пока он единственное звено, связывающее банду с местом преступления. Я начну работать детектором паров. Попробую найти следы украденного горючего. Страум, для главного броска. Все готово? Да. Нажми переключатель, когда будешь готов. Это сын Страума? Да. Присмотри за ним после... Нашла что-нибудь? Я не уверена. Но если показания правильные, вместо горючего он использует ХД-58. Что-что? Что? А я очередь разогреться, Мико. Его беспокоит в порядке или ты? Нет, я не в порядке. Я натворил дело. И этого уже ничем не исправишь. Ничем. Неправда. Кое-что ты еще можешь сделать. Все канистры там. Вызывай федералов с ордерами и подкреплением. Телеводителя-водителя-змея и все, кто с ним. У нас проблемы. Полиция черного бриллианта. Да, Дрейк. Чем дело? Шагай. Вы не понимаете, что значит гражданский арест. Во-первых, нужно быть гражданином, желательно хорошим. У меня есть сделки. Постой. Это Дрейк меня уговаривал, но я сказал нет. Он просто прикрывает свой зад, пока я не успел поговорить с тобой. Мы с Дрейком давние друзья. Вместе служили мальчишками. Мы вместе воевали и вместе убивали. Гарланд, ты же меня знаешь. Да. Я тебя знаю. Дрейк, мне нужна твоя помощь. Мэтт, что случилось? У меня не было выхода. Пошли. Ты оставайся с ними. Всем сесть. Черт. Если этот псих хочет нас прикончить, то какого черта вам быстрым водителем? Вы видели кого-нибудь быстрее? Как думаешь, почему нам дали это дело? Лучший водитель в мире. Кто сказал? Люди, которые знают о вождении побольше, чем ты. Я понял. Вы хотите втянуть меня в гонку, чтобы потом смыться? Если ты ездишь быстрее, тебе не о чем беспокоиться. Понимаешь, после того, как поднятый им ветер отнесет тебя в пустыню, я обязательно подъеду подобрать запасные части. Забудь, Фрэнки, у него фишка тонкая. Да пошли вы все к черту. Другие идеи есть? Джейк! Выводи мальчишку. Так, ты переделаешь мою систему, чтобы она работала на чистом ХД-58. Мэтт, ты же видел, что случилось? Почему Мико взорвался в первый раз? Все вышло отлично. Наверное, влага попала. Она вступает в реакцию с топливом. Значит, сделай так, чтобы в мое топливо H2O не попадало. Пригони сюда змея, посмотрим, что там под капотом. Если этот крутой не даст тебе ключи, скажи, что мы начнем убирать его друзей. Мэтт, зря ты затеваешь эту гонку. Никуда он не денется, у нас его люди. К тому же, когда я встречусь с Дрейком и получу деньги... Я не мог испортить машину Конлана, но вашу сделал лучше. Что? Я ввел ХД-58 и в вашу систему. Робби, ты же видел, что случилось с машиной Мико? Знаю, но я сделал вашу герметичной, влага никак не может попасть в горючее. Не надо было ее трогать. Я хотел помочь, чтобы у Конлана не было преимущества. Вы ведь хотите оторваться и привезти помощь? Не совсем. Увиди мальчишку. Поехали, красавчик. Я хочу, чтобы мой механик посмотрел мою машину. Садись в машину, или мальчишка получит пулю. Ты хотел соревнования, так начнем. Порядок, ребята. Порядок, ребята. Порядок, ребята. Чёрт. Рэймонд, ты Кларис не видел? За городом. Конлон опять какую-то гонку затеял. Может, она с ними? Что с тобой? Кларис вечером не вернулась домой. Если она с этим Конлоном... Может, тебе лучше поговорить с Гарландом? Полиция. Гарландом. Да. Да. Ну, давай. Пол? Супкин сын. Черт. Мы хотели поблагодарить вас за то, что вы вернули нам наш город. Вы сами его вернули. Мы только помогли. КОНЕЦ